всем привет это маэр audi a6 c6 хотел показать систему вторичного воздухоподачи значит состоит она из вот такого насоса шланги дальше вот этот шланг проходит под двигателем выходит через стройник и попадает на индукционные клапана редукционные клапана прикручены в корпус двигателя дальше по каналу проходит и соединяется с коллектором выхлопным далее уже выхлопную трубу где установлен наш катализатор в чем смысл такой системы зачем она нужна и для чего вообще если ее отключить отключать значение надо если есть ошибка надо исправить эту ситуацию итак давайте я вам тогда поведаю как я понимаю принцип и работу этой системы значит принцип такой работы из-за переобогащения смеси на фазе холодного запуска газы на выходе имеет повышенное содержание топлива за счет подачи вторичного воздуха улучшается повторное окисление до катализатора и снижается выброс вредных веществ и вот дальше освобождающие при этом окисление тепло быстро сокращает время прогрева а благодаря этому существенно улучшается качество выхлопных газов при этом соты катализатора не будут забиваться сажей но тем самым и мощность двигателя будет лучше так ну как и значит принцип работы во время холодного старта эта температура ниже плюс 15 градусов включается система воздуха через насос на интервал одну минуту воздух подать подходит сзади выпускных клапанов при этом газа обогащаясь кислородом приводится в действие система нейтрализации при этом время нагрева катализатора повторюсь уменьшается при повторном значит запуске блок управления контролирует через датчик охлаждающей жидкости если менее 80 градусов каждый раз при запуске на 20 секунд будет включаться насос последующие запуски кратковременные будут на 5 секунд в режиме холостого хода все это контролируется диагностика автомобиля значит управляется еще раз повторюсь вся эта система блоком управления саймос через насос вторичного воздуха идет воздух который берется из корпуса воздушного фильтра и подается на выпускной коллектор за выпускными клапанами так что может быть случится с этой системы система очень простая видите насос шланги редукционный клапан вся система если у вас не работает что-то в этой связке значит или смотреть вот эти шланги где есть пропуск где не дощелкнута у вас обычно люди когда начинают снимать фильтр воздушный короб скидывают там для каких-то целей бывает неудобно снизу подлезть и нормально защелкнуть вот эту трубку которая отсюда идет воздух забирается из воздушного фильтра вот очищенный и бывает я сам даже такое было у меня что я не не дощелкнул патрубок шо помимо подсос не срабатывал вся эта система у меня ошибка выскакивала только я засунул шланги все это устранил этот подсос у меня система вся заработала но и может быть конечно выйти сам насос но тут и чтобы добраться я вот как раз на разобранной машине вам показываю в каком месте находится значит с левой стороны под фарой вот на таком кронштейне два болта прикручена в самой рамочке а он сидит на вот таких резиновых амортизатора через болтики тем самым вибрация вибрация гасится работы не передается на кузов принцип скорее всего лопастной двигатель лопасти вращается и прогоняет воздух если никаких шумов ничего нету значит он рабочий если начинает уже задевать за корпус лопастя значит он неразборный по моему его нельзя ремонтировать то он наверно меняется полностью но это там уже как кулибин разберутся можно его в принципе распилить там отремонтировать опять запаять не знаю вот здесь он находится видите да доступ какой чтобы к нему по имя получить вот такой доступ это на снять надо бампер и снять фару и естественно сам воздушный фильтр тогда полный доступ вы можете его демонтировать произвести какие-то работы опять смонтировать вот это по вторичному воздуху всю информацию я до вас довел спасибо кто смотрел если понравилось поставьте мне лайк подписывайтесь на мой канал заходите смотрите другие видео всем пока это был майор что это 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 или или это